Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. По понедельникам и вторникам, в полдень, на Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Разворот» в эфире. Сегодня ее проведу я, Артем Липин, за звукорежиссерским пультом Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи по Зуму Вячеслав Кащеев, ученый, физик. Здравствуйте. Добрый день. Телефон у прямого эфира у нас не изменили. 67-213-93-9. Также можете писать нам по WhatsApp. 2-3-0-61-91. Ну, мы потихоньку начинаем подводить итоги уходящего года. Завтра у нас уже будет практически весь эфир, посвященный этим самым итогам. Но сегодня вот как раз с вами мы хотели бы обсудить научные итоги уходящего года. Понятное дело, что многое у нас завязано на ковиде и на создании вакцины от него и так далее. Но, может быть, мы, наверное, большую часть эфира все-таки потратим на вещи, не связанные с ковидом. Постараемся вспомнить что-то еще. Кроме этого, я, кстати, напомню нашим слушателям, что у нас на сайте MixNews.lv проходит голосование по итогам года. И научным, и всем остальным. Так что вы туда же подходите. На сайте можете найти, либо через наш Facebook это закрепленное сообщение. Но, может быть, пока я не буду говорить, какие у нас варианты были в голосовании. Для вас, Вячеслав, что, наверное, такое самое запоминающееся научное в этом году? Очень широкий вопрос. Ну, заметнее всего, конечно, те достижения, которые ближе к моей области исследований и к основным наукам точном, физике и математике, по-прежнему набирают обороты глобальное соревнование за большой приз квантового компьютера, который способен решать задачи, которые иначе неразрешимы. И вот в октябре китайские ученые объявили о таком значительном результате. Они продемонстрировали, экспериментально продемонстрировали результат, который можно по подсчету частичек света, который можно реализовать только квантовым способом, и который обычным подсчетам не поддается. Год назад было значительным достижением процессор Google с 54-мя квантовыми битами программируемой. Это совершенно другая технология, для которой есть достаточно неопровержимое доказательство того, что это действительно те квантовые эффекты, за которыми гоняются в этой области. Но это, наверное, не впечатляет, если не следить за деталями гонки. Космос нас перестает радовать, конечно. На это я правильно понимаю, что это разработка кладного компьютера, это такой шаг вперед к тому, чтобы совершенно сложные вычисления проводить в разы быстрее, и это насильно ускорит практически по всем наукам, где требуется вычисление или большой объем памяти. Скорее по специфическим направлениям, где как раз невозможность эффективно посчитать квантовые системы ограничивает развитие. В частности, область применения – это поиск эффективных способов синтеза лекарственных веществ. То есть поиск химических веществ не на основе их синтеза и измерения, а на основе предсказанной структуры химических молекул. Со стороны квантовых компьютеров это на уровне отдельных атомов, это то, что по своей сути квантовый компьютер может считать эффективнее, нежели его классическая модель. Это, кстати, напоминает мне достижение классических компьютеров, технологии искусственного интеллекта, тоже в этом году, которая, ну, такой переломный момент, опять-таки, для специфичной, но очень важной проблемы предсказания структуры белков, протеинов. То есть это одна из таких ключевых проблем в биологии, поскольку узнать, какая структура, какая последовательность аминокислот соответствует протеину, это достаточно прямая информация, и это именно то, что закодировано в ДНК. Но как эта последовательность аминокислот сложится в трехмерную структуру, которая как раз отвечает за функцию конкретного белка в организме, это вот вычислительная задача, такой крепкий орешек для ученых, ученых, которые ищут эффективные алгоритмы, как такое вычисление сделать, в организме они складываются автоматически. Как именно конкрет изменение в цепочке аминокислот протеина может изменить ее функцию, естественно, имеет очень большие последствия. Именно это один из фундаментальных путей поиска лекарств и способов воздействия на биохимию именно точного, необходимой формы. Вот, и что случилось в 2020 году? Значит, очень известная компания ученых DeepMind, которая не так давно прославилась тем, что создала искусственный интеллект, который обыграл все предшествующие шахматные программы, который победил мирого чемпиона в игре Go, который еще за несколько лет до этого считали недостижимой для искусственного интеллекта. Вот, и как раз задача предсказания структуры протеинов – это то, над чем команда DeepMind работала последние годы и в этом году объявила о совершенно феноменальном результате. В принципе, точность предсказания выше 90% сопоставима с точностью экспериментального измерения. и это было продемонстрировано на такой очень известной тестовой базе данных, на которой из года в год состязаются различные машинные алгоритмы. Вот, и те же принципы, которые DeepMind использовал для своих алгоритмов, в таких игровых системах, в этом случае применен к такой очень важной научной задачи. Опять-таки, конечно, время покажет, когда и какие будут реальные плоды применения этого еще невиданного алгоритма для тех задач, где это не просто соревнования компьютеров, а действительно позволяет получить новый биологический эффект. Это длинная дорога, но, насколько я понимаю, специалисты в этой области, они были поражены столь решающим результатом. Ну, в наш век пандемии, наверное, это будет очень полезным через какое-то время. Кстати, я не знаю, может быть, на первый взгляд кажется, что это связано как раз с победителем нашего читательского голосования научного прорыва года, потому что там с небольшим отрывом победил метод редактирования генома, который был открыт, за что Нобелевскую премию по химию, собственно, получили Эммануэль Шарапанде и Дженнифер Даудена. То есть, вот, это тоже, кстати, редкий случай, когда по химии был основан с лауреатами девушки, вот, и это произошло в этом году. Что вот про это, не знаю, насколько вы там слышали. Конечно, не, ну, это как бы было очень-очень на слуху, когда появилась технология. Это феноменальная технология. Здесь есть у биологов некоторое такое удивление, что приз как раз по химии, но в каком-то смысле эта химия в том смысле, что, значит, этот механизм был открыт при исследовании работы вирусов, при исследовании того, как они встраиваются в геном той клетки, которая должна реплицировать вирус. И вот эта вот система CRISPR-Cas9, она позволяет задавать точное место в геноме, в котором нужно произвести изменения, и то, на что его заменить. Это стало, сделало технологию генной инженерии значительно значительно более дешевой и более доступной. И это вот последние 4-5 лет, это буквально революция в биотехнологии, это используется повсюду. Об этом слушал моих коллег в Латвийском университете. Это действительно фундаментальное открытие Нобелевского масштаба. И как бы неудивительно, что Нобелевский комитет это заметил и вознаградил. С этим, кстати, связана интересная такая немножко драматическая история. Очень близко к этому открытию подошел и литовский ученый. Я сейчас на вскид не вспомню его имя. И как бы определенный, меньшего калибра премии признания за открытие этой технологии он тоже получал. Но вот в число получателя Нобелевской премии все-таки не вошел. Если послушать литовцев, они этим призом гордятся, может быть, даже не меньше, чем их американские коллеги, где, скажем, Дудна работала в Беркли. Это как раз может хорошо демонстрировать то, что по биологии столько еще непонятного и неоткрытого, что возможны такие очень радикальные открытия, которые достаточно быстро после их совершения находят широкое применение. И главное, как бы критерии изменяют каждодневный труд и возможности других ученых. Вообще, честно говоря, мы в редакции немного удивились, когда увидели результаты. Они, конечно, еще не окончательные. Мы, честно говоря, я вот, по крайней мере, лично я ставил на то, что победит. Это то, что заняло второе место, там, смотрим, в 2%. Это такое более, может быть, то, о чем мы до этого говорили, это большие научные открытия, которые все-таки достаточно сложно объяснить рядовому человеку, в чем их полезность и где можно увидеть результаты этого открытия. А то, что у нас заняло второе место, это, конечно, SpaceX, это Crew Dragon, это видео Илона Маска о запуске возвращаемого космического корабля. Ой, что вы так? Не, ну это замечательное технологическое достижение. Да, ну это, если бы была Нобелевская премия за инженерные науки и за маркетинг, то такую объединенную премию обязательно бы он получил. Может, даже нужна такая премия имени Илона Маска. Возвращаемые корабли в том плане, что это не шаттл, это другая технология, и они как бы в многоразовое пользование при этом с вертикальным взлетом. В общем, все это же действительно прорывка, по смыслу. Конечно, конечно, для тех, кто следит и увлекается космической индустрией, уже первое их большое достижение, это возвращаемые первые ступени ракет Falcon, она, по сути, перекроила рынок космических запусков. Если следить, скажем, за реакцией российской космической программы, это сильно изменило их расклад для запуска на околоземную орбиту. Ну да, Роскосмос там потерял что-то порядка 90 миллионов долларов в год, кажется, там какие-то такие суммы были. Да, да, да. И как бы, ну, абсолютно, конечно, стоит всяческого восхищения и впечатляет достижение компаний, именно компаний Илона Маска, ну, в этом случае SpaceX, но это, кстати, очень продуманная стратегия, которая включает в себя в том числе и возможность, снизя в разы стоимость пуска на околоземную орбиту, позволила, ну, сделать коммерчески привлекательными совершенно другого типа приложения. Вот то, что, между прочим, в такой, в научной среде вызывает противоречивые оценки, это проект Starlink, спутников, огромного количества маленьких спутников, которые между собой находятся как бы в непрерывной связи, и над каждой точкой на земном шаре предполагается достаточное количество этих спутников. Отличие от какого-то спутникового интернета как бы прежних времен, именно в том, что это очень большое количество спутников на низкой орбите, соответственно, они пролетают над точкой доступа достаточно быстро, и должен быть очень стабильный перехват линии связи с одного спутника на другой. Вот эти вот тысячи спутников... Извините? Почему противоречивое мнение вызывает этот проект? В первую очередь, ну, это такой необратимый удар по астрономии. Дело в том, что при астрофотосъемке большой выдержки для того, чтобы увидеть слабые объекты, велика вероятность того, что поле зрения телескопа пересечет как раз один из этих спутников. И по сравнению с объектами далекого космоса, они достаточно яркие, чтобы сделать невозможными определенные астрономические наблюдения с Земли навсегда. То есть, по крайней мере, пока работает такая технология. Здесь, конечно, очень сложно взвешивать интересы научного сообщества. То есть астрономы там писали большие петиции, нас тоже призывали подписывать по поводу того, что это ухудшает условия для наблюдения космических объектов. Вот. Ну, прогресс, наверное, не остановишь. И более, что действительно это что-то, что каждый может себе представить, и это очень реально. Звучит красиво. Интернет везде, без всяких сбоев, куда бы ты ни отправился, там в пустыне, в Антарктиде, в океане, везде интернет всегда есть. Конечно, конечно. Для обывателя это как раз-таки более важно, чем какие-то снимки далеких планет. Но я про SpaceX вышел такое интересное мнение, не знаю, согласитесь или нет, что чем привлекательен SpaceX, что это частная компания, и если, например, у нас не получать, или у Роскосмоса не получает запуск ракеты, там какие-то взрывы, то это потери налоговых денег, это, значит, все расстроены. А если это частная компания, то вот Маск может выставить это видео на Ютубе и написать, вот смотрите, как прикольно взорвалась ракета, но мы в следующий раз делаем получше. Это как бы чисто с точки зрения прессы и маркетинга, это более привлекательное. И он может в качестве пустой нагрузки запустить автомобили Tesla другой своей компании, как он это делал. Не, ну там, насколько я понимаю, если разбираться, там отношения государства и налогоплательщиков и частного сектора в Америке сложные. И, в частности, одно из таких преимуществ Илона Маска – это то, что ему доступен комплекс для подготовки запусков, и ему не нужно строить свой космодром. Это тоже значительная часть как бы вложения, это часть, которая покрывает правительство. Вот. Ну, неудивительно, что многие видят в этом ярком примере ну такой вот демонстрацию принципов предпринимательства и частного рынка, вот, мол, даже вот в космической области есть, если создать правильные условия и освободить вот эту вот энергию предпринимательства, то какие-то задачи можно справиться быстрее, эффективнее и иным способом, нежели в рамках там вот большого госзаказа или такой системы космической отрасли, к которой мы привыкли еще с современным противостоянием США и СССР. И чтобы далеко тоже не уходить от космической темы, тоже такое событие, которое, по крайней мере, обеспечило много громких заголовков в этом году. Там, конечно, если разбираться в деталях, это может быть не настолько сногсшибательно. Но, собственно, сейчас и разберемся. Сообщение о том, что на Венере были открыты какие-то газы, которые могут свидетельствовать о том, что там есть живые организмы. Понятное дело, что в некоторых СМИ это разнесли, как на Венере нашли жизнь, что, мягко говоря, некорректно. Но все-таки в астрономической среде это определенные оживления вызвания. А вы знаете, что с этим произошло? Замечательный пример. Он войдет в учебники по философии науки. Открытие-то закрыли. Ух ты, когда... Да-да-да, мне как раз на Латвийском радио про эту передачу делали с моим коллегой-биологом, который принимал участие в предыдущей передаче, где как раз об этом вроде как открытие рассказывали. История вкратце такая, что... Как узнать состав атмосферы далекой планеты? В данном случае не столь далекой, но вот Венера. Это сделаны наблюдения в радиоспектре, снят спектр атмосферы Венеры. И эта идея взятия спектров, она работает не только в оптическом диапазоне, в радиодиапазоне. И там есть характерные частоты, по которым можно идентифицировать эту молекулу. И вот, значит, авторы этого исследования, которое было опубликовано в Nature Astronomy, в топ-журнале, они говорят, вот мы нашли эту спектральную линию, которая соответствует такой молекуле, которая обязательно должна быть... которая не может долго существовать в атмосфере Венеры. Значит, должен быть ее источник. А, естественно, источника этой молекулы нет. Значит, такая гипотеза о том, что она имеет биологическое происхождение, ну, требует дальнейшего изучения. Они были очень осторожны в своих формировках. Но оказалось, что они неправильно обработали данные этого радиотелескопа, на которых сделали вывод, и что этот пик оказался просто артефактом математической обработки данных. Сразу вслед за их статей появилось несколько независимых работ. которые использовали те же самые исходные данные и показали, что этот сигнал происходит из-за шума. И что, меняя произвольные параметры обработки данных, которые использовала команда, объявившая о таком вроде как открытии, можно получить этот пик в любом месте. И, соответственно, никакого твердого основания утверждать, что эти молекулы вообще в атмосфере Венеры присутствуют, нет. Это такая очень тонкая техническая деталь. И почему я сказал про учебники, про философию науки? Она как раз показывает то, как наука работает. Ставки высоки. И первый, кого легче всего одурачить, это сам автор. Очень хочется верить во что-то. Но, по счастью, наука – это основа на конкуренции. И есть несколько компаний, несколько коллективов, которые лучше эксперты именно в том, чем ты занимаешься. Их цель – тебя всеми способами опровергнуть. В перспективе в науке остается только то, что прошло проверки и перепроверки. Большая часть недоказанных или неправильных результатов отсеивается на уровне рецензирования. Но ошибки неизбежно случаются. Вот я хотел спросить о рецензировании. Значит, рецензенты не углядели ошибки в этой статье изначально? Да, да. Всего не углядишь. Именно в том, что несколько механизмов дали сбой, это привело к такому большому резонансу. Но это отнюдь не единичный случай и отнюдь не первый случай из таких очень громких. Та же самая участь постигла такое преждевременное объявление о сверхсветовых нейтринох, было лет 6-7 назад. Точно так же это была вообще большая такая. Уже то же самое с признаками гравитационных волн с момента рождения Вселенной. Команда, оперирующая телескоп на Южном полюсе, уже приготовила и для журналистов информацию, сделала пресс-релизы. Все ведущие издания опубликовали. Нью-Йорк Таймс публиковал. Я еще помню, помогал для латвийского журнала ИР переводить статью, что же это значит, как это эпохально. Уже как бы люди пили шампанское. А до конца они не убедились в том, что этот сигнал может происходить не из первых моментов большого взрыва, а из пыли в нашей галактике. И точный профиль, спектр этой пыли, он был доступен команде эксперимента Планк. Это, опять-таки, тоже спутник по исследованию фоно-космического излучения европейской. И когда они сопоставили свои результаты с вот этой картой галактической пыли, оказалось, что сигнала, который можно привязать, который можно объяснить только вот этим вот искажением, вызванным реликтовыми гравитационными волнами, в их данных просто нет. Пришлось закрывать. Автор этой работы недавно опубликовал книжку «Как потерять Нобелевскую премию». Ну, это да, это частая история. Я помню еще это. Просто, к сожалению, это остается в головах людей. Но тут, ладно, тут жить на Венере, то на то. Но та же история, это же научная статья про то, что прививки вызывают аутизм, например. Она должна прививаться в научном журнале. И потом пришлось ее, даже сам автор ее уже критиковал, но было поздно. И менее такая же вытрепещущая тема, но история про волков и то, что у них есть альфа и омеги, потом тоже оказалось, что просто неправильное наблюдение за волками было произведено. А уж перенос это на людей, так тем более лишен хоть какого-то... Мы как люди, мы любим красивые истории. Однажды рождена, она уже начинает жить своей жизнью. Да. Ну вот я хотел... Просто как-то получилось, мы когда готовили этот список научных прорывов, получилось, что большая часть новостей связана с космосом. Мы какие-то такие основные обговорили. Но даже если заглянуть в те же Нобелевские премии, вот по физике, мы какими вы его упомянули, по физике Нобелевская премия, ее поделили на две части. Одна за образование черных дыр, за теорию о том, что она... За то, что образование черных дыр, она выходит из теории относительно... Ну, это кажется совсем детальным. А другое — открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики. Честно говоря, вот мне как любителю большому в этом... Все мне казалось, что это и было известно, что у нас есть центр галактики, вокруг которого вращаются все наши системы. Разве это что-то особенное? А, а, ой, я люблю черные дыры. Во-первых, да, сейчас давайте с конца до... Сверхмассивный объект в центре нашей галактики — это вот очень осторожное утверждение как бы физиков-экспериментаторов или астрономов-наблюдателей. Это такое как бы политкорректное имя черной дыры, сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Главная проблема в том, чтобы убедиться однозначно, что то, что находится на расстоянии десятков тысяч световых лет от нас, является черной дырой. Дыра-то, она черная, и главный ее эффект, который она оказывает на свое окружение, просто гравитационный. И то, что сделали две команды... Одна команда использовала в Южной Америке телескоп, другая — в Гавайи. Они наблюдали в инфракрасном диапазоне, который проходит через облака пыли, которые этот центр галактики от нас скрывает. Они наблюдали маленькую область возле сильнейшего источника радиоволн, который, конечно, все подозревают и все более убеждаются, что это и есть сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики. Сверхмассивная — это значит миллионы солнечных масс. Она образовалась постепенно в процессе образования нашей всей галактики. С этим она отличается от обычных или черных дыр с массой порядка одной или десятков солнечных масс. И они в течение многих лет, десятка лет, пятнадцати лет, следили за положением звезд самых близких к этой галактике. Нашли звезды, орбиты которых настолько остругольны, они обращаются вокруг этого центра настолько быстро и обращаются в точности по Кеплера и Штейновской теории, как они должны вращаться, если бы вся эта масса, многомиллиардная масса была сконцентрирована в очень маленьком пространстве. Это такая осторожная формулировка, но это каноническая картинка. Это я тоже в своих лекциях по черной дыре обязательно показываю. Анимация, как за пятнадцать лет звезда С2 делает аккуратный эллипс вокруг невидимого центра. В чем значимость, фундаментальность именно этих открытий? в том, что черные дыры – это ситуации во Вселенной, в которых мы точно знаем, что те законы, которые мы знаем, перестают работать. Это самые экстремальные условия, которые только возможны. И мне, конечно, радует и душу греет то, что вторую половинобилевскую премию получил совершенно фантастический теоретик, физик-теоретик Роджер Пэнроуз. Он очень широкого спектра математик. Есть там мозаики Пэнроуза, коды Пэнроуза. Он и популярные книжки пишет. Но вот его работа, за которую он получил Нобелевскую премию, это редкие случаи, когда премию дают за геометрическое доказательство математической теоремы. Поскольку до этого было подозрение, в том числе и у самого Эйнштейна, у Швардшилда, что черные дыры – это такое особое решение слишком симметричных условий общей теории относительности, что на самом деле это такой математический курьез. И физически в любой реальной системе с какими-то неизбежными асимметриями черные дыры или сингулярности точки во времени, в которых мы перестают… время заканчивается, перестает действовать уравнение Эйнштейна, что они не существуют. И Пэнроуз показал, что это неизбежное свойство любой достаточно плотной конфигурации материи, что по теории черные дыры должны существовать. Так что это как бы теория эксперимента. Можно ли говорить о том, что это… Но это же не доказывает теорию относительности. Это просто очередное косвенное подтверждение, что она, скорее всего, работает. Ну, подождите. Ну что же, теорию нельзя доказать. Ну. Теория физическая, она тогда теория, когда она согласуется со всеми доступными наблюдениями. Ну, я просто говорю, что это очередное наблюдение, которое подтверждает, что все еще все в порядке. Что мы знали до этого. Точно так же, как наблюдения гравитационных волн. Точно так же, как в фундаментальной физике, все с конца 70-х годов. Если уж на то пошло. Ну да. То есть, с точки зрения фундаментальных теорий, как бы главный вызов – это как раз тестировать известные и проверенные неограниченное количество раз. То есть, нет нигде противоречий с известной физикой. И в этом-то и блеск, и достижение как суммарного исторического, и, ну, как бы, ну, такое… И блеск, вот второй, я забыл, как по-русски говорят, но… Скажите по-латышски или по-английски. Да, с позжимом пост, да. Уничтожение, крах. И крах, да, что для того, чтобы искать вот то, что называется new physics, новая физика, физика, которая не укладывается в общую теорию относительности или стандартную модель элементарных частиц. Для этого нужно искать, исследовать поведение природы и материи в наиболее экстремальных условиях, искать самые слабые сигналы. И это туда, куда вкладываются наибольшие ресурсы именно фундаментальной физики. Это тоже направление большого адронного ускорителя. Огромные подземные детекторы наиболее неуловимых элементарных частиц нейтрино. Например, тоже в 2020 году такой на 300 тонн детектор нейтрино в итальянских горах, называется Барексино. Он уловил нейтрино, который образуется на Солнце в определенном цикле ядерных реакций, который до сих пор был таким теоретическим. А сейчас напрямую было в точности промерено, как происходит синтез более тяжелых химических элементов на Солнце. Но это вот такие исследования, которые требуют очень самой чувствительной аппаратуры, которая вообще возможна. И дают такой вызов технике и технологиям. И именно все время идет поиск аномалий, которые существующая теория не объясняет. Есть несколько известных аномалий, которые непонятно, как объяснить. Одна из них опять-таки с тем же космосом связана. Общая картина, основная картина большого взрыва, эволюции Вселенных, она проверена и перепроверена. И очень много самых разных способов, которые дают одни и те же параметры, и все со всем сходится. Но есть такой основной параметр космологии, теории эволюции Вселенной, постоянная хаббла. И самые разные способы оценки этой постоянной, этой константы, которые используют данные из ранней Вселенной, дают значение примерно на 10% отличающиеся от значений, которые дают наблюдение и измерение сравнительно молодой Вселенной, до последнего миллиарда лет. И вот этот, так называемый, хаббл-теншин, противоречие в двух значениях, которые по теории имеющиеся должны совпадать, указывает на какие-то неувязки в современной космологии. Другая огромная неувязка, которую, я думаю, многие из ваших слушателей определенно слышали, это темная материя, такое вот гипотетическое вещество, гипотетическая материя, которая призвана объяснить различия между гравитационным притяжением материи, которую мы видим, и той материи, которую мы видим, которую мы можем посчитать. Это все, о чем вы говорили, мне напомнило о том, что в свое время Макс Планк, когда сказал, что хочет стать физиком, его профессор стал отговаривать и сказал, что ты в этой физике нового откроешь. Это было в 19 веке. И потом Макс Планк открыл квантовую физику. Я сильно упрощаю, понятно. Это очень популярная аналогия, но все-таки я бы сказал, что она не к месту. То, что отличает нашу эпоху от эпохи Планка, это в том, что тот набор теорий, которые проверены, которые любая следующая должна в точности согласовываться, в том числе с законом излучения Планка, они покрывают столь большой диапазон масштабов, что внутри этого диапазона находятся все сколько-нибудь для нашего существования здесь, на Земле, значимые явления. Поэтому такой революции, которая была в начале 20 века, нет и никогда больше не будет, если только не произойдет чудо и боженька не изменит законы физики. Это очень важно понимать, потому что… Это племенопланка, что уже все мы покрываем, наша наука все… Это вызвано… То, к чему тот рубеж, который технологически стал доступен в эпоху Планка, это просто точность изготовления приборов, точность наблюдений, это как раз квантовый масштаб. Его можно открыть один раз. Понимаете? Если поплыть на запад с целью попасть в Индию, открыть новый континент можно только один раз. В этом это разница. Поэтому аналогии с Колумбом и Планком, они напрямую не работают. То, что есть периметр… Понимаете? Вот мы ждем, ждем, не дождемся. Все время уходит как бы под радаром закрытие. И такой кандидат, возможно, в темной материи такой кандидат не работает, не нашли сигнала. Предположим, что найдут. Это никак не изменит нашу технологию, никак не изменит ту физику, на которую мы можем повлиять. Просто никак. Если бы оно хоть сколько-нибудь серьезно цеплялось за ту материю, которой мы обладаем, и законы, которые детально, математически точно сформулированы со времен Планка, мы бы уже давно об этом знали. Понимаете, в чем разница между теми аномалиями, которые на периметре стараются ученые открытие объяснить? Это никогда не остановится, определенно. Но это не будет иметь таких революционных последствий, которым привели открытие квантовой механики, открытие теории относительности. И поэтому и характер науки изменился. Это не столь открытие новых кирпичиков материи, сколько все большее совершенствование способов, как мы из маленьких кирпичиков строим фантастические вещи, как тот же Старшип или всюду доступный интернет, или квантовый компьютер, или суперчувствительный детектор гравитационных пол. В этом смысле эпоха необратимо изменилась по сравнению с той ситуацией, в которой была, безусловно, эра таких больших географических открытий или больших личностей, которые первыми входят в дверь, в пространство, где можно куда ни ткни, там золото. В направлении физики это очень-очень обширно. Контраст, пожалуйста, вот мы сегодня с вами говорили про биологию, и опять-таки второй раз открыть генетический код нельзя, и систему ДНК, РНК, РНК, протеины. Но то огромнейшее количество путей, как жизнь решает очень практически очень важные задачи, тут еще многим-многим поколениям что копать и открывать, что опять-таки о том, о чем мы сегодня говорили, тот же самый Крисперкас-9 доказывается. А вот в направлении физики я бы таких призвал бы отказаться от таких упрощенных параллелей. Ну, может, кто-нибудь не будет оппонировать, я был бы очень рад, конечно. Революции можно не ждать в физике в ближайшее время. Ну, опять-таки, видите, ждать-то все равно будут. Если какой-то Кащеев скажет, что можно не ждать, люди это будут ждать и надеяться, да, это им свойственно. Точно так же, как мы любим истории, и тот же космос, он как бы непропорционально, может быть, занимает место в нашем пространстве воображения, но может, это как раз его главная функция, нас вдохновлять и видеть себя в космическом масштабе. У нас еще не так, к сожалению, много времени остается. Я думаю, что это отличная точка для той части, где мы говорили про всю науку, которая не связана с ковидом в этом году. Но обойти стороной мы не можем, конечно, эту тему, потому что помимо всех остальных вещей, конечно, наука относительно вирусологии и создания вакцин, она весь год напряженно работала только в одном направлении. И вот это такой достаточно распространенный вопрос по поводу того, что обычно вакцины для вирусов, они там создаются пять лет, ну, три года, а тут меньше, чем за год. И вот у нас уже столько разных есть вариантов вакцин, уже даже зарегистрированных, проверенных. Это показывает, что можно сделать, если правда надо. Насколько я понимаю, основная часть, как бы разница во времени, это не нужно искать финансирование, не нужно доказывать, что это надо. Для каждого следующего этапа исследования нужно опять собирать доказательства и доказывать потенциал, что будет рынок, если все это получится. Наличие неограниченных ресурсов. Вот, ну, естественно, то, что вся мощь биофармацевтической индустрии переключилась на одну задачу. Ну, вы ее решение получаете много быстрее. Я, безусловно, считаю то, что сработала идея вакцины, основанная на мессенджер РНК, это потрясающе. Это простая идея, но у нее был очень тернистый путь к тому, чтобы ее реализовать так, чтобы ничему в организме не помешать. Вот это как раз две, мне кажется, сейчас первые, которые... Да, 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 да. Они основаны как раз на этом принципе. Принцип же элементарный, да? То есть принцип вакцины мы тренируем иммунную систему на чем-то, что является, что похоже на вирус, чтобы когда придет настоящий вирус, она была готова его атаковать, атаковала сразу и быстрее. Вот. И можно их делать, ослабляя имеющийся вирус, можно в другие вирусы встраивать фрагменты РНК или ДНК ковида и, значит, тренировать иммунную систему на тех вирусах, которые похожи на то, что нам нужно. А МРНК – это же потрясающе. Тут один ученый, он там в восьми твитах опубликовал тот фрагмент генетического кода, который кодирует как раз тот белок на поверхности вот этого коронавируса, который позволяет ему делать свое черное дело. И вводя это, а МРНК – это же как бы ксерокопия из библиотеки, которую несут в производство. Вот эти вот бумажки с кодом «что сейчас производить клетки?» туда подсовываются в том числе инструкции, как произвести именно этот протеин. Не весь вирус, а вот ту часть, которая вызывает иммунный ответ организма и приготовляет иммунную систему бороться с тем, когда этот протеин уже появится в организме как часть настоящего вируса. Это более безопасная версия вакцины, чем если вводить ослабленный вирус, потому что как такового вируса в организме и нет из-за этого. Такого вируса в принципе нет. В этом смысле да. Но как бы дилетантские рассуждения на поводу того, чего опасно, чего не опасно, я не хочу проводить и призываю других неспециалистов не делать. Но из такого базового принципа это, конечно, плюс. Но, опять-таки, как вы или я представляете, что значит ослабить вирус, у нас сразу какие-то ассоциации, а может не до конца ослабили. И то, как это знают люди, которые десятилетия этому посвятили. Тут нельзя сравнивать. Но они не могут нам это за две минуты объяснить, к сожалению. Так что нам остается только на каком-то уровне понимания работать. Но просто да, я слышал, что есть как бы два подхода, что Pfizer и BioNTech, он вот работает над тем, чтобы организм создавал антитела, а Sputnik 5 это более такая классическая вакцина от социальных вирусов. Но правильно ли я понимаю, если отойти от сравнения, потому что у нас не так много времени, отойти от сравнения этих вакцин, вот этот принцип, о котором вы говорите, что он сравнительно молодой, его теперь, если Pfizer добьется успеха, что его теперь будут применять и в других вакцинах. Конечно, они сразу просто переключили на COVID то, над чем они уже и так работали. Поэтому эти огромные ресурсы вызвали такой очень быстрый прогресс. Плюс то, что не нужно ждать разрешения и денег на проведение клинических испытаний. Первая, вторая, третья фаза – это абсолютный ключ к тому, чтобы вакцину начали давать широкое применение. Потому что любая, уж где-где, а в биологии, любая теория – это совершенно замечательно, но только в реальной, достаточно большой популяции доказать безопасность, найти дозу и доказать эффективность. Другого пути нет. И это самая длинная часть пути, на которую потребовалось все-таки то время, от момента, когда вещество есть, до момента, который мы сейчас переживаем, когда все видят, как эти вакцины вводятся людям, которым они наиболее нужны. На самом деле, мне кажется, это, как в английском говорят, by far самое большое научное достижение. И эта ситуация неизбежно заставляет каждого подумать, какие наши отношения с наукой учеными, кому доверять и как, и как это все работает. То есть это как-то ставит вопрос действительно ребром. Космосом можно увлекаться, а можно и не увлекаться. А как-то жить нормально хочется прям со всем всем, и жить хочется. Вот это такой очень серьезный символ, стимул очень серьезный, ускоритель человеческого прогресса. Я думаю, прекрасный вывод из нашего сегодняшнего разговора. К большому сожалению, время подошло к концу. Нам пора заканчивать. На прямой зум-связи с нами был ученый-физик Вячеслав Качеев. Артем Липин провел этот разворот. Радион Затарев был за звуковым пультом. Спасибо, что слушали нас, и не переключайтесь. Спасибо, до свидания. День в день, час в час, минута в минуту. Радио. Полтком. Субтитры создавал DimaTorzok